Время, когда Россия действительно стояла перед выбором пути, куда идти. Ну, когда критикуют Ленина за рост парламента и так далее. Кстати, в 2018 году Ленин учредительное собрание не разгонял. Когда фракция большевиков и левых кассеров вышла из парламента, там не было кворума. Де Юра-то не был парламентом. И альтернативой Ленину были либеральные партии парламентские, были правые эсеры, которые взорвали всю страну. Это был очень сложный период, страшно сложный. И оценивать его с позиции сегодня бездраценно и подло. Ленин взял власть, Ленин удержал власть, создал партию, крупнейшую партию в стране. Да, партию радикальную, жесткую и так далее. Но потом, идеология Ленина, в основе идеологии Ленина был человек труда, человек рабочего класса. Это было новое в истории, так сказать, мировой цивилизации. И поэтому сегодня левая идея крайне объективна и крайне популярна. И только левая идея сегодня способна общество объединить, что безусловно произойдет. К нам вернется и великий Ленин, как вернулся сегодня великий Сталин. Так что сегодняшняя такая апатия, это совершенно не показатель. Левая идеология победит и еще и все впереди. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...